Здравствуйте! Именно здравствуйте, то есть будьте здоровыми и крепкими все, кто сегодня пришел принять участие в детской спортивной гонке «Лыжня здоровья» на призы заслуженного мастера спорта, шестикратного чемпиона паралимпийских игр Сергея Шилова. Сергей Шилов – шестикратный чемпион, трехкратный серебряный и бронзовый призер паралимпийских игр по лыжным гонкам среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. В 16 лет автомобильная авария разделила жизнь Сергея Валентиновича на «до» и «после», но он не опустил руки, трудом и упорством достиг небывалых успехов в спорте, стал настоящей звездой паралимпийского движения. Сергей Валентинович всегда присутствует на соревнованиях и своим примером показывает детям, что возможно все. «Во-первых, я сам набираюсь позитива, энергии детского. Я сам не получаю, подпитываюсь и сам становлюсь моложе. Поэтому получаю от этого удовольствие. Ну и плюс еще, да, может быть, с кем-то пообщаться, какие-то вопросы какие-то, может быть, интересные. Плюс еще, это не ветнюка для детей, которые здоровые, это для детей, которые с инвалидностью, у которых есть нарушения здоровья. Это, опять же, поддержать, помочь. Детская спортивная гонка – это праздничное событие для всех любителей спорта. И с каждым годом она расширяет свою географию. В этом году «Лыжня здоровья» проводится в 12 населенных пунктах России. Гонка проходит в рамках партийного проекта «Единая страна. Доступная среда» при организационной поддержке фонда поддержки инвалидов «Единая страна» и спортивного клуба «Рецепт спорт» при содействии Центра адаптивной физической культуры спорта и туризма «Спартанец» городского округа Щелково. На стадионе имени Озерова универсального спорткомплекса «Подмосковья» в лыжной гонке соревновались дети в возрасте от 6 до 12 лет. Им предстояло бежать дистанции в 400, 800 и 1200 метров. Юных спортсменов поддерживали друзья, родители, воспитатели и учителя, с нетерпением ожидая их на финише. Юля, давай! Ты сможешь! Было очень сложно ехать на втором круге, когда повороты всякие, когда надо кого-то обогнать, потому что уже дыхания не хватает и хочется кого-то обогнать, чтобы быть впервые. Я в свое время сама занималась лыжами, знаю, насколько тяжело пройти дистанцию, но я очень горжусь своими детьми и уверена, что эту традицию нужно поддерживать и развивать. И дети, и взрослые провели время отлично использовать для здоровья. Все участники соревнований получили заслуженные грамоты и медали.